До Миаса запустят новый электропоезд на 700 мест. Состав уже прибыл на Челябинский вокзал, сейчас завершаются все формальные процедуры. Запуск обещают на август. Оптимистичный сценарий, покататься на новенькой электричке можно будет с первого числа. А если дело заволокитится, то на две недели позже. С правительством Челябинской области мы проговариваем выбытие подвергного состава, его замену, плановую постановку на маршруты. Только в этом году уже есть договоренность на смену пяти подвижных составов, а дальше будем работать по обновлению всего. Начинка вагона – стандарт современной электрички. Кондиционер, под каждым креслом USB-порт для зарядки гаджетов, есть даже кронштейны для перевозки велосипедов. А вот с доступностью для маломобильных, похоже, вышла осечка. При посадке с высокой платформой есть неудобства из-за высокого пола в вагоне, а подъемник для колясок выглядит как творение очень сумрачного инженерного гения. Впрочем, чиновники, которые принимали поезд, остались довольны. Подъемник работает, я думаю, он выглядит, может быть, не совсем так, как в «Звездных войнах» или в других фантастических фильмах, но он надежнее, как говорится, со всего железа. Надежнее и безопаснее. С заявлениями о безопасности, конечно, можно поспорить. Например, у монструозного агрегата есть открытые вращающиеся части. Но на этом претензии к новой электричке заканчиваются. Едет поезд тихо и плавно. До конца года в область поступят еще четыре таких состава. Два четырехвагонных поезда запустят до Златоуста, два шестивагонника – до Картолов. А в планах у властей сделать что-то вроде пригородного поезда до Екатеринбурга. Маршрут пройдет через верхний Уфалей, и это будет не электричка. На севере горнозаводской зоны провода есть не везде. В правительстве обещают дизельный локомотив и называют его рельсовый автобус. Детали расскажут к концу года. Когда поедем в Екатеринбург на поезде и за сколько денег. Иван Абросимов, Азиз Хаджиев, 31 канал.